Привет и слава Украине! Смерть российским оккупантам! Так, проведем наш часовой стрим, который мы проводим на 24 канале. Подписывайтесь на 24 телеканал, YouTube, на котором мы стартанули. А завтра эта трансляция будет у меня на канале. Но в любом случае подписывайтесь, потому что в нашем деле информационная безопасность важна. И очень важно и принципиально называть вещи своими именами. Особенно во время войны. Пока мы собираемся, начнем с приятного. Я даже просто вам возьму и похвастаюсь. А почему бы и нет? Скромность — это богатство. А журналисты — люди бедные. Вы говорили в начале моей репортерской деятельности. Сейчас, конечно, мы на этом акцентировать внимание не будем. Но что я имею в виду? Значит, смотрите. Я стал обладателем вот такого вот знака отличия. Он прекрасен сам по себе. Просто чтобы вы знали, что я мега крут. А в связи с тем, что это было получено в компании зрителей моего канала, и вообще тот, кто меня смотрит и ставит лайки, а вы ставите лайки, я стал другом 30-й окремой механизованной бригады имени князя Константина Остройского. И очень-очень от него, конечно же, горжусь, потому что мы все гордимся нашими защитниками, которые спасают нашу страну от российской коричневой чумы, российского нацизма. Потому что тут нужно, конечно, разобраться, вообще, за что мы воюем, и об этом мы тоже поговорим. Значит, но начнем мы, конечно, с новостей, которые многих могут заинтересовать, и тем самым я вам покажу, как работает российский гидпроп. Между прочим, российские пропагандоны, вот только что мне сообщили, начали через платформы YouTube, а, скорее всего, это сделано из-за границы, не из России, размещать рекламу на какие-то помоечные каналы с 10-20 подписчиками на моем YouTube-канале, и в этой рекламе, что, внимание, ролики Шойгу, вот этих вот мудозвонов российских, и так далее, и так далее. Ребята, я, конечно, понимаю, что вам надо списать деньги, но это не то место, где можно заниматься такими делами. Шойгу вместо в Гааге, и как только он там окажется, тогда его речь из Гааге вы сможете рекламировать на моем YouTube-канале, поэтому прекращайте, потому что позабанивают ваши все эти рекламные кошельки, будете вы плакать крокодилями слезами. Ну, то-таки, я уверен, что в Украине народ вот этой вот дешевой, 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 и самое главное, тупой российской пропагандой не проведешь. Так вот, что я вам хочу сказать? Какую новость сегодня вынесли в заголовок практически все украинские сайты? Цитирую. И агентство Униан, мое любимое, и не только Униан, и вот Украинская правда. Главная новость. В Кремле опять заговорили про штурм Киева, сообщают российские СМИ. И мне стало интересно, а что же это за российские СМИ такие, которые сообщают о штурме Киева? И почему они вдруг сообщают о штурме Киева здесь и сейчас? Именно в этот момент, когда у нас еще весь металлолом мы не пособирали с сожженных российских танков и не повыковыривали оттуда биоотходы на российских солдат. Ну, солдатик сгорел, ну, ты же не будешь в таком виде сдавать ее на металл танк. Ну, понятно. И я захожу на сайт Медуза, простите, чуть не сказал пиздуза, но, по сути, второе определение, оно намного, намного точнее. Так вот, сайт, про который я сказал, они тут ссылаются на некоторые источники в Кремле и там обсуждают возможный штурм Киева на фоне продвижения российской армии на Донбассе. Ну, во-первых, почему я говорю, это не медуза-пиздуза, ну, потому что, как определить российское говно информационное правильно? Нужно обращать внимание на два момента. Первый момент, первый признак, российское ли это говно точка ру или нет. Если они пишут на Украине и в Донбассе, то, соответственно, вот это вот первый признак. Кроме этого, это так называемое средство массовой дезинформации Медуза находится в Риге и в России они признаны иностранным агентом и они это лейбом тулят, то есть, это типа пострадавшие от режима и вот у них этот текст, они ссылаются на значит на источники в Кремле. Зацитирую вам кое-что. Во внутриполитическом блоке администрации президента России снова возникла надежда, что с Москва может за несколько месяцев довести войну в Украине. Здесь вот даже с предлогами нормально мимикрируют до победы и вот значит мечтают они о Киеве. Программа максимум по-прежнему называется взятие под контроль Киева при наступлении российских войск на столицу Украины закончилась предыдущая вправа в провалом в марте. И вот тут мы задаемся вопросом какие-то источники какого-то российского говна точка ру пишут о Киеве. вот почему они это делают вот ни с того ни с сего вот берут и пишут кто-то подумает что это случайность или совпадение но нас на такие вещи конечно не возьмешь значит объясняю вам что эти делают подлюки им какой-то источник сказал а напишите вот это вот чтобы укров немножко взбодрить чтобы они не перекидывали из Киевской области подразделения на усиление своей группировки на других важных направлениях вот для чего это делается с одной единственной целью значит то же самое разгоняется что там белорусы нападут на нас я не знаю могут ли напасть белорусы тут две версии две опции или да или нет но в любом случае откуда берется вот этот вал вот этих сообщений что ДРГ зайдет белорусы придут будут воровать наши стиральные машинки я не знаю но что-то мне подсказывает я не знаю облик белорусского солдата чем он живет и так далее и так далее но вполне возможно но как минимум не исключено что белорусский солдат не такое говно как россиянин вот с большой вероятностью но это первая часть вопроса а вторая часть вопроса заключается в том что если российские оккупанты до конца не могут ответить себе на вопрос за что они здесь умирают то у белорусов вопросов будет еще больше я неоднократно говорил что и повторимся этот тезис в этой сложной ситуации в которой мы сейчас находимся он очень простой значит белорусский народ нам не враг в отличие от вашего президента потому что с вашей территории летели ракеты и бомбы на наши головы и Лука думал что мы пойдем за три дня а тут хер там вот так вот в случае если такой приказ будет отдан то поверьте и в Черниговской области и в Тернопольской и в Ровенской и в Волынской вот по всей протяженности с Беларусью границу найдется достаточное количество украинских защитников которые будут белорусским солдатам отрезать головы в прямом смысле этого слова звучит так кровожадненько но ребят теперь давайте дорогие белорусы посмотрим на эту ситуацию с другой стороны а если к вам придет белорусский на вашу землю захватчики что вы будете делать будете делать то же самое что я вам сказал вас сама жизнь заставит тем более если этими захватчиками будут россияне потому что то что они делают в Украине поверьте они будут делать и с вами и кстати насчет того что происходит в Беларуси вот смотрите сегодня у них принято решение создать народное ополчение то есть если совсем вот так вот грубо это что-то типа нашей территориальной обороны теперь возникает вопрос кого боится Лукашенко вот скажите мне Украина нападет нет Польша нападет нет страны Балтии нападут нет давайте вот если кто-нибудь здесь из Беларуси сейчас смотрит этот эфир я вот вам задам вопрос слух и вы можете просто прям в комментах написать кто может напасть на на республику Беларусь вариант номер один Украина вариант номер два НАТО вариант номер три Россия и что-то мне подсказывает что больше всего ответов будет на варианте номер три ну потому что это правда не потому что мы хотим что-то придумать или нет и признаков этого достаточно много так что с попыткой захватить Киев мы разобрались да на Донбассе идет ожесточенная война просто не на жизнь а на смерть я не знаю смогут они выдавить Украину из Лесичанской или из Севера Донецка все возможно это война но наша задача в данном случае убить как можно больше российских оккупантов если вы мы убиваем их под Лесичанском они точно не будут наступать на Харьков и точно они не будут участвовать в попытке удержать Херсон когда будет контрнаступление вот и все поэтому степень ожесточения она колоссальная снаряда мы не жалеем благо снаряды появились правда 155 калибр у них но и пушек таких становится все больше и больше поэтому плавненько мы переходим в когорту стран которые используют натовские калибры с чем я вас и поздравляю если кто-нибудь когда-то скажет что Украина не соответствует каким-то там критериям вступления в НАТО то мы скажем им следующее дорогие друзья нас эта дискуссия не интересует нас интересуют только боеприпасы к нашим новым современным М3 семерки так из того что только что сейчас произошло УПЦМП объявила о том что они больше не считают московского попа Кирилла главным вот такая вот новость то есть объявили о полной независимости ну связано это с тем что патриарх Гундяев так как он патриарх московский поп это тело которое поет в этом обличье песни на тему россияне идите и убивайте украинцев и вот УПЦМП выступили с Димаршем Кириллом что это было я вы знаете никогда не скрыл свое мнение что московским попам сделать нечего мое предположение что на данном историческом этапе это попытка УПЦМП просто сохранить свою жизнь в прямом смысле этого слова потому что законов которые направлены на то что их отсюда выбрут очень и очень много законопроектов и самое главное люди не хотят видеть здесь московских попов согласитесь здесь какой-то есть некоторые абсурд с одной стороны российские артиллеристы и самолеты убивают здесь людей всех детей женщин и мужчин не только военных всех убивают разрушают заводы фабрики и даже храмы УПЦМП на восточных рубежах нашей страны и при этом московский поп Гудяев считает что что это нормально более того вот агентство фашистского агентства сообщение фашистского агентства ТАСС священники РПЦ могут причащать раненых участвующих военных действиях против Украины не знаю как это так вы будете заниматься вот этими вот обрядами церковными к ним можно относиться как к людям удобно но если церковь как институт поощряют убийство нас украинцев то согласитесь такой церковной организации здесь делать нечего чемодан вокзал до побачения и вот УПЦМП пошло своей дорогой теперь мы делаем что как определить говно.ру я возвращаюсь к сайту пиздуза они же тоже эту новость написали Украинская Православная Церковь объявила о полной независимости такой вот заголовок непонятно в заголовке независимость от кого ну да вот если объявил логичный вопрос дальше они тут где-то внизу уже пишут что несогласие высказывается с московским попом Гундяевым относительно российского вторжения ну хорошо что они это написали ну вот как определить что российское СМИ вот это пиздуза это что-то типа эхо Москвы вот такой вот тоже лайт такой вариант так вот тут как они пишут УПЦ МП уже тут убрано предложила возобновить диалог с Раскольнической Православной Церкви Украины теперь внимание ребята из сайта пиздуза точка что там тут написано ИО но по сути РУ если уже говорить о Раскольниках то кто здесь Раскольник у нас у Православной Церкви Украины есть что Томас в Миру справка о том что это настоящая церковь это настоящая церковь почему потому что эта церковь болеет за эту страну она помогает украинцам она помогает украинским военным она да наша церковь благословляет наших воинов наших защитников на защиту нас в отличие от московских попов кто здесь Раскольники внимание каждый думает и пишет об этом в комментариях так кстати вы не стесняйтесь задавайте вопросы мы на все ответим было бы желание у вас общаться кстати у нас же есть и благодаря нашему прекрасному Дмитрию Дмитрию который создал опрос кто может напасть на Беларусь голосуем Украина НАТО или Россия я ой боже ты мой что же это такое 78% зрителей 24 канала проголосовали за то что Россия может напасть на Беларусь что же это такое против кого баска создает народное ополчение кто же это то есть это еще раз то есть они значительно хотят усилить свою армию почему-то ох не знаю не знаю опасную игру Александр Григорьевич затеял но прощения ему нет потому что именно да дорогие белорусы благодаря вашему руководству российские нацисты российские террористы убивали и грабили в Буче и не только в Буче именно это Лукашенко заслуга может получить орден Иуды падла усатая так ну эмоции мы отбросим как не назовем на Лукашенко все все прекрасно понимают мою излишнюю эмоциональность можете воспринимать можете нет кому как угодно факт остается фактом так что у нас еще про Медузу я вам рассказал значит с Киевом все будет хорошо за Донбасс и за Юг будем воевать значит сегодня вообще вот на фронте на Донбассе там действительно ситуация очень тяжелая вот просто очень тяжело они наступают у них много людей много техники но из хорошего они умирают они умирают и в России как-то знаете так нет это не антивоенное движение у них начинается ропот ну да они так бастуют какие-то знаете спустя три месяца депутаты всяких пермских законодательных собраний начинают требовать прекращения как они говорят специальной военной операции говорят много погибших очень много трупов российских солдат и офицеров привезли я вам более того скажу вот какая интересная там штука вот там же у них Россия войну постоянно ведет и вот у них есть такие ветеранские организации которые занимаются допустим ветеранами войны в Чечне в одном населенном пункте не буду уточнять где проводилось памятное мероприятие и директор школы очень просила ветеранов ни словом не вспоминать о специальной военной операции потому что только из одной школы вот конкретного города я не буду называть потому что не хочу чтобы хоть какие-то были параллели проведены с какими-то людьми трое погибших вот только что они учились в школе а теперь все привезли трупы и мамы плачут в законодательном собрании Пермского края говорят блин коммуняки кстати восстали четверо коммуняк кто бы мог подумать что в России этими первыми запивалами в части антивоенного движения будут представители коммунистической партии Российской Федерации нет там дедушка Зю этот истинный ариец престарелый тут все четко он я с большим таким знаете всегда неудумением смотрел на него когда я в Москве работал и на каких-то там программулях мы встречали такой дедушка такой внимательный такой и за руку поздоровается никогда не грубит все-все-все говорит ну вы же мы же братские народы а потом раз а давайте признаем включим как они говорят ДНР ЛНР в состав России а украинцев будем бомбить чтобы они стали опять русскими в таком вот ключе вот то есть там нет предпосылок к какому-то там знаете элитному бунту чтобы это произошло нужно заниматься нам дальше нужно делать так чтобы у нашей армии было все для того чтобы убивать российских оккупантов а белорусы смотрят за этим и думают очень-очень внимательно потому что процесс пошел начали обращаться в областные отделения вот этих супер организаций солдатские матери начинают шкряп-шкряп вы не знаете где Ваня потому что он поехал поехал на учение потом позвонил из Украины сказал что привезет миксер и вот уже два месяца не берет трубку и что-то у них начинает происходить поэтому они торопятся поэтому кстати вот смотрите сегодня же нацист Путин общался с премьером с канцлером Австрии что он ему сказал вот внимание читаем только официальный релиз значит Владимир Путин указал на саботаж Киевом переговорного процесса представителя России и Украины это Украина саботирует переговорный процесс в то время как нацист Лавров говорит о Херсонской Запорожской Донецкой Луганской областей причем знаете что мне больше всего забавляет а куда делась гражданская война вот объясните мне была гражданская война 8 лет мы ее вели согласно российским этим методичкам вели ее и вели были даже падлы которые в Киеве об этом рассказывали падлы вы где журналюги которые работали на Медведчука и на всех остальных говорили что не все так однозначно нужно услышать Донбасс а теперь об этом никакой информации нет все позатыкались почему-то очень удивительно как же так могло получиться где герои гражданской войны информационной депутаты из ОПЗЖ в том числе Олег Волошин который должен мне 2300 российских рублей уже 6 лет тоже сбежал падла деньги не отдал рассказывал тут тоже что нужно платформу нужно то Путин молодец и сбежал и деньги не отдал не знаю что же это такое ну будем говорить о том что от этих ребят лично я не сильно пострадал пусть подавятся 2300 рублями ну вот к чему это все веду значит начались телефонные контакты с дедом войны Макрон уже не звонит потому что Макрон уже как-то он сказал да пошли вы у них там есть разные слова французские но не будем их употреблять потому что вдруг кто-то французский знает и потом скажет что Соболюк не только по русским матом на стриме ругается так еще и по французски нам такого не надо так вот вчера был телефонный разговор премьер-министра Италии с Путиным а сегодня кто звонил Владимиру Александру Зеленскому премьер-министра Италии ну вот там какие-то начались пробы пера я думаю что оккупанты где-то вот уже сейчас начинают намекать что а давайте просто прекратим стрелять ну мы просто остановимся и начнем вести переговоры а я вам хочу сказать что никогда не не был сторонником действующего президента Украины ну вообще я считаю что к политикам надо критично относиться и в Украине это норма но сейчас наша властная команда выступает с одной правильной позиции она говорит до докупации того что было захвачено никаких переговоров не будет я исхожу из того и надеюсь что вот эта позиция Украины она сохранится теперь если вдруг кто-то устал от войны вопросы подсказывают что у нас никто не устал потому что все все понимают вот оставить им Херсон Запорожье Запорожская область там вот чуть-чуть они там хапнули нормально чуть-чуть что это значит я вам объясню во-первых они будут учить наших детей первым делом они сжигают книги в Украине оказывается запрещено быть украинцем по мнению оккупантов сволочей российских и самое главное вот как у них все устроено ну вот представим попробуем мысленно вернуться в 2014 год в 2014 году были в Донецке энное количество идиотов в том числе в элитах Донецкого региона Донецкой области которые у нас и в Киеве хорошо себя чувствовали и всякие группы финансово-промышленные у них были с фабриками заводами и металлургическими заводами такими как Азовсталь и вот они там что-то решили поиграть вот эту вот Россия приди там я не знаю и тут приходит Россия в прямом смысле слова они оккупируют регион и некоторые думают как же это о теперь заживем Путин его показывали со стерхами он ныряет за за амфорами и всегда всегда он все находит потом восемь лет оккупации восемь лет комендантского часа и регион просто обвалился люди уехали и так далее и так далее так вот внимание к чему это все веду сейчас в нашем прекрасном когда-то городе Донецке две основных проблемы это как избежать насильственной мобилизации это первая проблема а вторая где взять воду как делают действуют каратели российские воды нету они все разрушили воду в Донец поставляли из Украины из украинской части то есть не с ней оккупированы там все Украина просто часть оккупирована часть нет воды нет в большом городе нет воды ее перевозят время от времени на водовозках и соответственно за ней надо пойти с ведрами чтобы смыть говно нет не говно точка ру а просто помыться я не знаю воды просто взять ну все мы знаем у каждого из нас время от времени когда-то в жизни был опыт что вы отключили воду на час все отключают и тут грустно а тут воды нет месяцами поэтому телевизору об этом не рассказывают почему так вот воды нет приезжает водовозка спускается мужчина и там же их начинают паковать вот эти вот ребята переодевать военную форму и на фронт так вот к чему это я веду почему нужно продолжать войну пока мы не освободим нашу землю не потому что я такой агрессивный или еще что-то потому что пройдут годы а не людей которые сейчас в Ферсоне оденут в эту же форму фашистскую и погонят на украинские окопы понимаете а есть еще один такой немаловажный вопрос сейчас когда вся западная коалиция на нашей стороне все устроено таким образом что у нас никогда не закончатся патроны боеприпасы и данные реактивные системы залпового огня у нас тоже будут все будет и самолет и будут все кроме ядерной бомбы в части ядерной бомбы обращайтесь к волонтерам так сейчас посмотрим есть ли тут вопросы но вопросов пока нет но это не страшно у меня есть пока что вам рассказать сегодня российские нацисты даже не так российские террористы в российской военной форме выступили сенсационным заявлением есть у них такой мудила генерал-лейтенант Мизинсов тоже один из ртов который озвучивает страшные вещи про украинскую военщину и вот сегодня выяснилось что наша биолаборатория не спала у нас их много биолабораторий по всей Украине американские биолаборатории и все мы замышляем как же нам так сделать чтобы насолить людям славян славянам насолить чтобы их как-то изничтожить чтобы их как-то ну в общем унизить тем самым они доказывают что мы с ними не один народ но то такие они просто добилы и эти линии не проводят так вот тут важно следующее выясняется что американцы эти лаборатории разводили не просто так а вместе с таким мощнейшим государством как Намибия извините не могу найти что-то вот я это уважаемое африканское государство без его упоминания рассказ будет неполным как мне кажется так вот значит американцы возили штаммы вот это и вот оспы обезьян это все происки да белого дома сделано это не просто так а с очень злым умыслом для того чтобы таким образом заболела вся Европа исключительно Европа конечно же то есть понимаете американцы и украинцы задумали такое чтобы насолить Европе и это не просто новость дело в том что 98% инфицированных это мужчины нетрадиционной ориентации и тут внимание это же просто бинго таким образом российский рейх выводит на чистую воду все вот эти вот свои выводы традиционных ценностях и всякое такое борется короче с мировым ЛГБТ сообществом с американцами и с украинцами и все это делается в преддверии поставок вот этих МЛРС реактивных систем залпового огня в Украине не знаю на кого это рассчитано но выступал целый генерал-лейтенант рассказывал об этом что и в Харькове это было еще там оно было я единственное хочу сказать российские военные ну я понимаю что вы решительные я понимаю что если решительные то значит тупой наверное так это у вас связано ну вот давайте-ка зададимся вопросом во-первых вы бомбили города где вот эти вот якобы лаборатории с химическим оружием так боевые гуси боевые гуси-лебеди челенистоногие ползучие всякое такое все это конечно мы разрабатывали для того чтобы потом отправить в Россию чтобы у вас это все извело но вы бомбили города с этими якобы лабораториями понимание думаем дебилы если вы бомбите лаборатории то оно выползет и сразу отправится в Россию но вас же это не остановило потому что вы это все придумали для того чтобы обосновать российское военное вторжение вот собственно и все и самое главное если уж пошла такая жара а что нам мешает сейчас в Киеве вот здесь вот вот в этом углу разводить боевых жаб чтобы потом перебросить их на снарядах 155 через границу прям в Белгород надо действительно здесь биолабораторию завести буду выращивать жаб и гадюк одну назову Оля другую назову Маргарита а еще одну назову Маша жабы особо ядовитости ну естественно мы будем ознамовывать чатую украинскую мову и потом они на парашютах нет они на их боевые гуси отвезут прямо туда Останкино ну и другие важные и другие важные адреса так да это уважаемая страна с которой вместе мы разрабатывали оспу обезьян это Нигерия и теперь у меня возникает вопрос а почему и каждый российский солдат думает почему его не отправили воевать в Нигерию если там вот эти страшные биолаборатории почему вы там не воюете слабо была информация что часть лаборатории вывезли в Монголию из Украины эту информацию поведал один из сенаторов Константин Косачев раньше мне казалось что он не идиот теперь я сомневаюсь в этом Монголия тоже пока вне удара ну и самое главное такое забавное что они тут истерят на тему тянутся к ядерной бомбе постоянно и всякое такое но этот депутат Госдумы нацист как его лидер партии Родина в общем безумец он говорит блин так у нас скоро закончится ракета и как же мы будем если мы будем собирать по 2 ракеты калибра в месяц разве нам хватит ребята это только начало так смотрим что у нас тут по вопросам Джохар Дудаев здравствуйте Джохар я на вашей на улице вашего имени во львове пил кофе неужели невозможно заткнуть этого шария хотя бы на ютюб этот подрусский с постоянной аудиторией в 3 миллиона вполне себе комфортный пропагандонист территории суперсанкционный ЕС ну у этого чучела в гуче о котором сказали там некоторые проблемы на работе он конечно молодец топит зарашу а живет в солнечной европейской Испании вот ну послушайте из хорошего да все изменилось в украинском информационном пространстве здесь нет российского информационного говна нет мне иногда чтобы хочется нацистскую скобееву где-то кусочек взять какой-то интересный ты попробуй найди здесь ее эфир надо заморочиться в пн поставить и то то работает то не работает короче это уже целый квест но факт остается фактом даже если кто-то там втихаря где-то через спутник смотрит на скобееву и дручит на путина думает спаси меня очень часто те кто зовут путина он прям в квартиру приходит снаряд попадает в квартиру и говорит здравствуйте я Вова Путин и все разносится в разные стороны так что Путина лучше сюда не звать но я о другом тут нет российского ютюба все прощай не мы-то Россия вы нам вы не являетесь больше авторитетами какими-то на этой платформе все все их нет одних побанили других перестали смотреть а украинский ютюб за три месяца вырос просто я не знаю в несколько раз я по своему каналу смотрю и не только по самому все украинские ютюб каналы которые специализируются на анализе новостей или просто новостные все выросли в разы и теперь вот эта вот аудитория которая была у вот этого пророссийского лобби здесь кто их смотрит кому они нужны вот и все хотя попытки есть я говорю дорогой Джохар на моем ютюб канале хотели поставили рекламу Шойгу идиоты ну что я могу сказать мы с ними разберемся так Александр Ковшев спрашивает что там по УПЦ МП ну что кошка бросила котят пусть живут теперь отдельно УПЦ МП понимая что если они будут дальше ассоциироваться с Кириллом их бизнесу здесь придет конец начинают тут рассказывать что мы не за Путина не знаю я думаю что это связано прежде всего с тем что все таки они хотят сохранить здесь свой бизнес а храмы и вообще вся эта деятельность продажа индульгенции и так далее это бизнес я не верю в какую-то искренность в данном случае если честно может быть ошибаюсь если я ошибаюсь и будут соответствующие факты того что ошибаюсь я вот в этой аудитории скажу что вы знаете я там договорил но я ошибся вот я бы хотел ошибиться ну вряд ли так Микс спрашивает Роман ваше мнение о вероятности того что белорусские воины совместно с украинскими после победы над Россией сметут белорусский режим слушайте я на эту ситуацию смотрю в таком ключе что Лукашенко начал заниматься своей армией потому что боится нападения и поглощения со стороны России но вы пошли еще дальше вы знаете может быть я не популярную вещь скажу но украинские воины совместно с белорусскими никого свергать в Беларуси не будут потому что мы не оккупанты тут же все очень просто как только армия чужого государства заходит на на территорию оно не освободитель понимаете поэтому с белорусской властью легитимно или нет придется разбираться белорусам я думаю что в моих словах логика есть и самое главное это по-честному в нашем случае если мы вот этот период переживем без отстрела белорусских солдат и офицеров в украинской зоне ответственности то есть на нашей территории это уже будет большой успех пока вроде как мне кажется все шансы на это есть теперь я прогнозов не даю потому что вероятность все равно 50 на 50 белорусы или зайдут на территорию украины или нет будем исходить что нет так Инга Радунева задает вопрос создается ли союз Украина Польша Великобритания и страны Балтии как альтернатива Европейского Союза я если честно не могу понять о чем может идти речь вообще-то этот союз де-факто уже создан это в первую очередь оборонный союз потому что вышеперечисленные государства Польша Великобритания Эстония Латвия Литва это государства которые оказывают максимальную военную поддержку Украине потому что таким образом они защищают себя и когда мы видим гаубицы итальянские FH70 я сначала подумал ничего себе наши итальянские друзья обещали и поставили оказывается выясняется что с большой вероятностью эти гаубицы нам поставили не итальянцы а эстонцы наши эстонские друзья которые фактически все свои военские склады передали нам с самым современным оружием это реально я бы три станции метро в Киеве которые будут построены в обозримом будущем так и назвала одну станцию эстонскую эстонская вторая латвийская третья латышская именно так блин ну и надо короче строить станции метро активнее потому что должна быть еще лондонская ну и конечно варшавская тут тут без вариантов поэтому что значит альтернатива европейскому союзу оно так не работает что такое европейский союз в первую очередь это таможенный союз это зона беспошлиного перемещения товаров и услуг и если эти страны являются членами европейского союза то они не могут с нами заключить такое же соглашение потому что тогда Великобритания уже свой путь про Brexit я помню но возьмем Польшу и страны Балтии границ нет между Польшей Словакией и той же Венгрией которая занимается совсем другую позицию поэтому как это может быть работать я не знаю по-моему речь все-таки может идти в первую очередь и только это группа стран единомышленников и вопрос обороны и безопасности так Хичкок интересно рождение Балканского Балтийского щита две стороны это страны которые также являются Российской империей и Европейского Союза понравилась идея Арестовича что вы думаете что-то я не все выступления Алексея Арестовича смотрел последнее время надо исправиться конечно такое все смотрят а я два вечера пропустил ужас просто как это как потом смотреть в глаза генералам украинских информационных войск да да тут поэтому давайте я над этим вопросом подумаю так Илья Шевкун спрашивает Роман добрый вечер здравствуйте Илья для вступления в НАТО все страны должны проголосовать то есть в общем-то Россия могла бы через Венгрию и Турцию заблокировать возможное вступление Украины в НАТО могла бы заблокировать а могла бы и не заблокировать вопрос тут в другом эта история она намного сложнее она намного сложнее конечно вступление в Альянс она предусматривает на ратификацию в каждом парламенте это 30 голосований то есть сама процедура она растянута по времени на многие многие месяцы если не на годы и у каждой страны может быть особое мнение особые пожелания потом двухсторонние переговоры в нашем случае нужно будет отправляться в столицу в общем для того чтобы найти общий знаменатель в этом вопросе вопрос в том что эта же история с НАТО она же такая она же как с боевыми гусями они вроде бы боятся а вроде нет на самом-то деле они напали на Украину ну потому что почему-то посчитали что это российская территория вот смотрите в Херсонии в Запорожье что там происходит они же понимают что этих сук российских ненавидят так что ну даже показательный референдум какой-то ну провести наверное можно придется притянуть Скобеева сказать снимай падла вот здесь будет здесь у нас будет теперь Россия но так как их ненавидит местное население то есть нужно сначала провести акцию террора там еще что-то и на каком-то этапе это возможно это сделают просто тут вопрос в том что они это никак не оформляют знаете просто Россия зашла на территорию и сказала что это теперь Россия или как нет они даже даже не говорят так это освобожденная освобожденная от Украины территория Украины странная конструкция то есть вот теперь вернемся к НАТО НАТО они не боятся потому что НАТО не собирается воевать с Россией точка помочь нам как людям которые исповедуют западные ценности они не против поэтому вот это вот что Венгрия заблокируют или не заблокируют речи об этом не шло о вступлении Украины в НАТО как кстати Финляндия и Швеция но эти страны справедливости ради они же интегрированы были в систему в систему альянса очень-очень хорошо поэтому они так безболезненно вступают потому что они ну это запад у них история своя очень разная там итоги второй мировой войны ну короче факт остается фактом что эти страны они и так интегрированы и вот сейчас сколько было дед войны повелитель бункера говорил отправляйтесь на рубеже 97-го года и вот Финляндия и Швеция вступают в НАТО и что они сглотнули падлы российские и все Путин говорит но это же не НАТО это же не натовская инфраструктура приближается к нашим границам хочется сказать вы что ну вы россиян добилами считаете ну вполне возможно ваше право царь может к плебсу относиться как угодно просто мне хочется гражданам России рассказать одну большую тайну во-первых почему когда были открыты границы все так любили ездить в Норвегию и Швецию за продуктами и не только там ну по-разному ну просто ездить я уже не помню кто у кого там что покупал по-разному разные там периоды суть не в этом самое главное Швеция если становится или когда становится членом НАТО как и Финляндия нет какой-то отдельной натовской военной инфраструктуры шведы и финны станут солдатами НАТО и все шведские и финские казармы будут казармами НАТО как все танки как все самолеты вы представляете какой ужас и это все из-за Украины потому что Путин дебил положил тысячи десятки тысяч людей вообще правильно наверное его назвать маньяком ради чего то есть вот я слушаю последнее интервью Лаврова Russia Today Arabic то есть я так понимаю уже с этим Риммонтропом никто говорить не хочет вот он общается с придворными СМИ ну и там да ребята которые там работают на таком ломаном русском с арабским акцентом скорее всего сирийским задают вопрос но опасно ли лаборатории это же так опасно лаборатории да в Нигере очень опасно будьте осторожны потому что вирус передается половым путем кстати забыл вам сказать вот этот вот миф о том что спид придумали в американских лабораториях вирус иммунодефицит это же Советский Союз эту тему раскрутил сейчас они пора будет сделать это снова так ладно продолжаем Млечный Путь задает вопрос Роман до сих пор между Индией и Пакистаном происходит вооруженный конфликт за Кашмир Индия и Пакистан владеют атомной бомбой но никогда они друг на друга не угрожали этой ядерной бомбой ну вот а сейчас а эти дебилы угрожают все время Шольца сегодня представляете фамилия этого депутата Алексей Журавлев он же депутат Госдумы назвал назвал Олафа Шольца дебилом и ублюдком это цитата в эфире в эфире российского телевидения что мол мы все равно победим нам нечего из нечего делать калибры но мы такие страшные ужасные и так далее а мне кажется нашим западным партнерам которые занимают эту позицию такую типа что не надо унижать Путина Россию и так далее надо кое-что все-таки объяснить подождите давайте-ка разберемся не унижать Путина дать ему сохранить лицо а в чем унижение его что кто-то собрался Белгород захватывать мы даже вроде бы бомбить не собираемся хотя мне кажется немножечко отбомбиться можно было бы и по Белгороду и по Ростову и по всем российским городам да да как вы хотели вы будете тут убивать детей а мы будем говорить нет Белгород это священная корова дети нахер вот но у нас таких военных планов нет это эмоциональный порыв так кстати а сколько у нас у нас уже стрим почти часик мы уже с вами общались давайте-ка посмотрим что у нас тут прекрасно лайки вы ставите на канал и подписывайтесь не забывайте об этом да вот там вот так и написано канал ведущего Роман Сымбалюк заходим подписываемся потому что канал на 24 телеканала он мощнейший канал тут 2 миллиона и почти 400 тысяч подписчиков мне немножко скромнее поэтому welcome приходь ты подписывайтесь треба треба развивать украинский ютуб послухай ты мы самодостаточная страна у нас есть все и свои блогеры и российская молния и украина молния свои спеваки спевачки свои политики свои дураки у нас все свои и самая крутая армия у нас смерть российским оккупантам да а я там сейчас похвалюсь что я являюсь другом 30 бригады знаете как приятно вот тут все друзья бригады и тут написано Роман Сымбалюк это я да вот такое я крутой как ни странно в сегодняшней ситуации получить этот значок ну было настолько приятно вот так вот ну вы знаете что мы помогаем всем военным кому можем но просто с 30 бригады у нас особенная дружба так Микс спрашивает так Роман прокомментируете вероятность свержения режима в Беларуси после победы над расистами наши бойцы вместе с украинскими я уже на этот вопрос отвечал что я не считаю что украинские солдаты должны свергать режимы в других странах вот честно хотя вы знаете у меня я вообще в этом плане как аналитик так себе потому что я всегда был самым большим оптимистом в части Республики Беларусь потому что я всегда говорил о том что ну все таки для нас наверное Лукашенко в Минске лучше чем Путин в Минске а сейчас выясняется что разницы то нет но Лукашенко без Путина это не военный игрок у него нет этой экспансии экспансия ну вот и желание что-то захватить тем более вся Беларусь одна из скреп кстати насколько я понимаю белорусской власти в том что вот у нас не было войны и вот сейчас напасть на Украину все обрушится и трупы пойдут белорусских солдат наверное в этом смысла нет Вук Новик задает вопрос будет ли Украина помогать коммунистическому подполью России будет помогать Украина коммунистическому подполью России каждый день давая аргументы этому подполью что нужно бороться за прекращение войны как мы это будем делать будем отстреливать российских солдат и офицеров днем и ночью сбивать самолеты вертолеты и так далее и так далее уже сейчас они так напрягаются и напрягаются что блин на войне оказывается не только украинцев убивают вы думали будет по-другому так вот смерти российских военных и будут главной помощью коммунистическому подполью все российские военнослужащие все российские граждане которые находятся в Украине с оружием в руках будут уничтожены в этом не сомневайтесь патронов снарядов у нас хватит на всех на этой прекрасной ноте давайте пожелаем друг другу прекрасных выходных вы подписывайтесь на 24 телеканал а еще на канал с поэтическим названием Роман Цымбалюк ссылочка в описании берегите себя помогаем нашей армии смерть российским оккупантам а Украина была е и до зустричи в на �� Herren напи до 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 Продолжение следует...